Все прошло в штатном режиме, так на заседании правительства говорили чиновники о прошедшем отопительном сезоне, но при этом сами вспомнили о частых и масштабных авариях на теплосетях. Наиболее крупное повреждение было зафиксировано 8 декабря 2018 года по адресу улицы Водопроводная 142, когда в результате порыва трубопровода без теплоснабжения 30 часов оставались, ну практически 3 часов оставались 55 многоквартирных домов, 245 домов частного сектора, это 12 тысяч наших жителей. И подобных аварий этой зимой произошло десятки. К новому отопительному сезону на ремонт теплосетей направят более 800 миллионов рублей. В целом же объем финансовых вложений составит 1 миллиард 900 миллионов. Специалисты уверяют, что ошибки прошлого сезона учли. Мы проанализировали и делаем вывод, что основная причина этого поздний запуск, пробный запуск систем теплоснабжения, который должен быть осуществляться до начала фактически отопительного сезона, до начала снижения температур ниже 8 градусов среднедневных, среднесуточных точнее. Проблем еще много. Задолженность муниципальных образований за уголь почти 600 миллионов рублей. Долги предприятий отрасли за энергоресурсы. К министру строительства и ЖКХ у участников заседаний было больше всего вопросов. Вы понимаете, вы ставите органы власти несколько неудобное положение. Вот сейчас все вас послушали и сказали, ну вот опять за счет потребителей, в том числе населения. Будем вытасливать жилищно-коммунальные комплексы из той ямы, которая есть. С убыточным, так скажем, состоянием экономическим они не способны сами себя модернизировать. Действительно, все сегодня происходит за счет средств краевого бюджета, но может быть в лучшем случае за счет средств местных бюджетов. До новой зимы планируют заменить 62 котла агрегата, 77 километров тепловых и 45 километров водопроводных сетей. Предположительно, в следующем отопительном сезоне это поможет избежать аварий такого масштаба. Андрей Дреер, Александр Антропов, День с толком.